Часов около 7, гроза как раз началась. У нас вот эта стрела просто на 45 градусов разворачивалась. Мы смотрели и говорили, как хорошо, что у нас сейчас не есть детей в детском саду. Просто был страх. Страх воспитателей понять можно каждый будний день. В 35-й детский сад на улице Летной приходят дети со всего Фрунзенского района. Рядом заброшенная стройка и башенный кран на ней также остался. Каждый серьезный порыв ветра может привести к непоправимому. Многотонная стрела упадет прямо на детскую площадку. Мы считаем, что кран может упасть, потому что стройка находится в бесхозном состоянии в течение года. Там нет людей, там нет строителей. В каком состоянии находится кран, мы не знаем. Проблема еще и в том, что забор здесь также разваливается. Стройку давно облюбовали бомжи. И это еще одно не слишком приятное соседство для детского садика. Инициативная группа родителей не раз обращалась в полицию и прокуратуру с просьбой защитить детей от опасности. Сегодня к делу подключилась мэрия. Появился и сам застройщик. Как объясняет Игорь Зайцев, на фирму было заведено уголовное дело, изъяты документы. И именно из-за этого работы здесь не велись в течение года. Про проблему крана он осведомлен. Почему его не закрепляют? Потому что в результате порыва сильного ветра он может опрокинуться. Поэтому он работает как флюгер. Сейчас возможности нет его уронить, потому что нет электропитания, не было на стройке. Сейчас электропитание восстановлено будет. Я думаю, что с понедельника строительство начнется. Как оказалось, у дошкольного учреждения есть еще одна беда. К детскому саду молодые мамы идут прямо по проезжей части. Удивительно, но факт. Здесь по улице Летной мамочкам с колясками и водителям остается и правда только летать. По закону у дошкольного учреждения должны находиться лежачие полицейские. Знаки есть. Но это правило здесь звучит как абсурд. Дочка у меня осенью упала очень сильно. Я так напугалась, потому что как раз машина ехала по тротуару. Это было так страшно. Я даже не знала, что браться. Потому что коляска у меня едет на дорогу. Дочь упала на дорогу. Я сама вся в грязи. Это просто был ужас. Денег на новую дорогу в бюджете Ярославля нет. Но уже в ближайшее время ее все же обещают привести в надлежащий вид. В данном случае, как раз перед детским садиком, мы в этом году взяли на себя обязательно, что эту дорогу перейдем в соответствие. То есть мы подцепим к инерным материалам и выровняем дорогу. И также посмотрим, как решить вопрос с пешеходным тротуаром. Материал, который будет сниматься с тех дорог, которые мы строим, в договорах у подрядчиков, они будут распределять или по частному сектору, или на такие критические участки по указанию главы. Чтобы у нас ничего не пропадало и даже та крошка, которая с дорог срезается. Остается надеяться, что принятые сегодня меры действительно приведут к тому, что детский сад налетный и его обитатели будут отныне в полной безопасности. Светлана Брохотова, Денис Лосев. День в событиях.